Здравствуйте! В эфире программа 7 минут. Сегодня мы поговорим о состоянии атмосферного воздуха. О том, чем мы дышим в городе, нам расскажет эколог Галина Кузьмина. Здравствуйте, Галина Олеговна! Здравствуйте! Скажите, как вы оцениваете состояние атмосферного воздуха в городе? Ну, я думаю, что состояние атмосферного воздуха оцениваю и я, и граждане, как не очень хорошее. Вы, наверное, помните, что в 2005 году наш город входил в приоритетный список городов, в 35 городов, у которых высокое загрязнение атмосферного воздуха. Но потом мы благополучно из этого списка вышли, слава Богу. И я думаю, что состояние по данным, которые мы получаем на стационарных постах, на основании которых делаются такие выводы, действительно показывает, что состояние атмосферного воздуха у нас улучшилось. Индекс загрязнения атмосферы, есть такое понятие, оно у нас улучшилось. Но я думаю, что все-таки улучшение это не такое объективное, что да, действительно, вот у нас стало меньше премесей загрязняющих и так далее. Я все-таки думаю, что это больше такого административного, что ли, характера. Потому что вот ГГУ Ваяйкова, которая составляет и анализирует данные, получаемые вот с постов, слежения с состоянием атмосферного воздуха, отмечают, что сейчас наблюдения стали проводиться не по полной программе, то есть не все посты задействованы. График отбора проб тоже стал реже. И поэтому вот все эти данные, они искажают показания состояния атмосферного воздуха. И мы вот имеем то, что имеем. Потому что если бы это было реальное улучшение, я все-таки думаю, что у нас были бы, если бы проведены такие глобальные мероприятия по охране атмосферного воздуха, и на предприятиях, может быть, общегородские, но этого, к сожалению, у нас таких масштабных мероприятий не было. Поэтому я подвергаюсь сомнению тому, что у нас воздух стал чище. В каких районах воздух лучше, а в каких хуже? Прежде всего, конечно, Южный промузел, нефтеперерабатывающий завод, влияет очень на Дашкову песочню. На весь район там дальше идет и Шереметьево, на близлежащие районы. Центральная часть города очень насыщена мелкими предприятиями. И в генеральном плане, предполагаю, 54 предлагали предприятия вынести за пределы города, что, конечно, просто невозможно. И загружено очень транспортом, тем более мы видим сейчас пробки. Поэтому центральная часть города, конечно, тоже загрязнена. Поселок Соколовка. Я даже недостоева и вот конищево тоже там предприятия, которые тоже влияют негативно. Но тут мне хотелось бы еще отметить, знаете, есть вот предприятия, которые выбрасывают вещества первого класса опасности, то есть наиболее токсичные. И они находятся прямо в центре города, ну, возьмем, ну, почти в центре, возьмем, например, Ряцветмет. И поэтому, конечно, вот тут локально, вот вокруг предприятия и близко может создаваться очень неблагоприятная ситуация. Ну, все-таки я отношу поселок Борки, вот это место, где близко, и заливная луга у нас еще есть, и где близко все-таки водоем такой мощный. Я все-таки отношу, что это самый чистый район. И вот эта часть, которая прилегает к Боркам, тоже, в общем, наиболее чистая. Галина Олеговна, что такое фоновый мониторинг? Фоновый мониторинг – это, значит, ну, если с латинского переводить фон, это вот дно, что ли, основа. Вот фоновый мониторинг – это проводится в чистых местах и определяет природный фон. То есть, отчего вообще мы… Вот каждая территория нашей страны, она имеет свои особенности. В одном месте больше выделяется, допустим, состав воздуха один, в другом – другой и так далее. Вот фоновый мониторинг, он в основном ведется на стационарных постах наблюдения за состоянием загрязнения атмосферного воздуха. Эти данные попадают опять в главную геофизическую обсерваторию имени Вагейкова, и там обрабатываются. Фоновый мониторинг необходим для того, чтобы при расчете рассеивания загрязняющих веществ вот от предприятий, чтобы учитывался вот этот вот фон. Но если раньше фон был природный, то и в основном сейчас вот за природным фоном следят в биосферных заповедниках, то фон в городе, он уже становится не таким естественным, как был. А на него вот эта нагрузка и загрязнение атмосферного воздуха, оно влияет, и мы уже говорим фоновое загрязнение атмосферы. И поэтому вот фоновое загрязнение атмосферы, оно как раз и учитывается, определяется, какие ингредиенты и какие вещества больше всего загрязняют, допустим, в том или ином регионе. Допустим, в Рязани, вот какие специфические вещества. Сейчас специфические вещества – это сероводород, вот об этом говорили, что у нас все время идет превышение. Вот каждое предприятие, оно обязательно должно рассчитать, сколько может выбрасывать данное предприятие загрязняющих веществ, чтобы на границе санитарно-защитной зоны не было превышения санитарно-генических нормативов, то есть ПДК, как проще и короче мы говорим. И вот в данном случае обязательно предприятие учитывает вот это фоновое загрязнение, особенно по тем веществам, по которым предприятие предполагает выброс. Поэтому вот для того, чтобы рассчитать выброс предприятия правильно, чтобы не навредить вот опять атмосферному воздуху окружающей среде, вот для этого каждое предприятие с учетом фоновых концентраций, которые выдает служба по гидрометеорологии и контролю загрязнения окружающей среды, они вот эти данные учитывают, и уже исходя из этого им устанавливается норматив выброса. То есть бюджетные деньги на это надо тратить? Безусловно, а как же? Но сейчас немножечко те предприятия, которые получают для того, чтобы рассчитать, они это получают за деньги, оказывают им такие услуги, и выдают фоновые концентрации. Некоторые, например, предприятия, если они выбрасывают какие-то вещества, а за этими веществами не проводится наблюдение на стационарных постах, то им рассчитывают. То есть все равно содержание стационарных постов идет за счет бюджета. Как вы считаете, что нужно еще делать, чтобы состояние атмосферного воздуха у нас в городе улучшилось? Нужен комплекс мероприятий. Я бы по приоритетности выделила бы прежде всего это проведение мероприятий на предприятиях. Потом, безусловно, соблюдение требований законодательства. Если у нас, например, написано в генеральном плане, что южный промузел развивать нельзя, там нельзя уже строить предприятие, то, конечно, нужно безусловно эти требования генерального плана выполнять. Потом ничего человек другого не придумал, как озеленение. Поэтому для каждого предприятия обязательно выделяется санитарно-защитная зона. Санитарно-защитная зона должна обязательно быть озеленена в зависимости от типа и категории предприятий от 40 до 60% этой территории. Значит, высаживать там, безусловно, такие растения, которые сами устойчивы к загрязнению, потому что не все растения устойчивы к загрязнению атмосферного воздуха. И вот это тоже, безусловно, помогает снижать негативную нагрузку предприятий. Кроме того, озеленение общее, оно тоже обязательно должно соответствовать тем нормативам, которые у нас существуют. Мало того, сейчас приняли, ну не в этом году, в том, по-моему, году приняли градостроительные нормативы региональные. И там вообще, если есть крупные предприятия, то процент озеленения увеличивается. И вот в эти нормативы ввели увеличенный процент озеленения. Поэтому мы тоже должны к этому стремиться. Ну, безусловно, организации движения. Это то, чем мы можем снизить вот этот вот автомобильный поток и уменьшить, естественно, выбросы, потому что, когда стоят в пробках, газуют, локальное загрязнение может быть очень высокое. Ну, вот такие мероприятия, я думаю, они могли бы значительно улучшить у нас ситуацию. Спасибо. На этом наша программа подошла к концу. Всего вам самого хорошего. До скорой встречи в эфире. Субтитры сделал DimaTorzok